Всем привет, ребята, с вами снова я, канал Электролайт, и сегодня я буду делать обзор вот на этот приёмник под названием Океан-222. В принципе, возможно, уже некоторые успели заметить за 10 секунд этого видео, то что обстановочка тут какая-то не такая. Дело в том, что я сейчас нахожусь у своих родственников в месте Икс, ну ладно, шутка, расскажу то, что я нахожусь на юге России, но больше, к сожалению, сказать я не могу. Ну так вот, в общем, мне дали тут два приёмника, я их заберу с собой в Косрому, и там уже с ними буду чудить. Это Океан-222 и ВЭФ-200-202. Но сегодня речь пойдёт вот об этом океане, про ВЭФ будет отдельное видео. Да, ну, в принципе, с виду можно уже кое-что сказать, а именно то, что в этом океане уже применено электронное переключение диапазонов, кстати, которых тут 8, а именно длинные волны, 2 диапазона средних волн, 4 диапазона коротких волн, так, да, всё правильно, и УКВ. Кстати, тут есть ещё одна интересная довольно вещь, а именно на задней стенке есть регулировки, видимо, по УКВ. И причём есть вот ещё что. Тут три ножки, такие, вернее, даже не ножки, а отверстия, контакты точнее. Сюда надо что-то вставить, и написано FM. То есть, возможно, приёмник будет перестраиваться на современный диапазон. И прикруто в том, что вот такая вот хрень у меня есть. Такая хрень вот стояла в радио Ольвега-323. Так что вот, потом обязательно протестируем. Ну, давайте осматривать приёмник дальше. Да, я уже говорил то, что тут электронное переключение диапазонов. Также вот тут есть, видимо, регулировки отдельные по УКВ. То есть, тут, возможно, он может запомнить четыре станции. Вот УКВ-1, УКВ-2, УКВ-3, УКВ-4. И там сзади по ним вы уже видели какие-то регулировки. Также тут есть ещё две какие-то опции. Я, честно, не очень пока понимаю, что они значат. Сейчас сфокусируется камера. Что-то она не хочет сфокусироваться, простите. Так, вот. Наверное, видите, в общем, тут стрелочки похожи на автоматический поиск, значит, станции. Но тут его нет. Скорее всего, это какая-нибудь... Вот это вот, скорее всего, бесшумная настройка. Вот это вот, не знаю, что значит. Сейчас давайте мы попробуем его включить и посмотрим, что будет. Сразу хочу сказать, что приёмник вроде бы как работает, но чего-то нет. Вот, вы видите то, что он вроде бы включился. Горит индикатор сеть. Вот этот вот именно сеть или разряд батарей, то есть питание от батареи, но в данном случае у нас сеть. Давайте попробуем включить что-либо. Включаем на кнопку. Нет. Пытаемся нажать на какой-то диапазон. Вот. Вы слышите? Он вроде включился. И при нажатии диапазона он начинает пищать по-другому. Слышите, наверное. Самое интересное то, что он вроде бы в прошлом году работал. То есть, такие вот постукивания устраняли на время эту проблему. И здесь, собственно, загорались индикаторы, и приёмник что-то даже ловил. Но, как вы видите, такая вот проблема. Также из настроек у нас тут громкость. Это тембр и баланс, если я не ошибаюсь. Как-то так. Да. Ну, давайте попробуем. Я сейчас, может быть, попробую на время привести его в чувство, чтобы показать вам. А если не получится, так уж извините. На какое-то время я смог вернуть его к жизни. Естественно, потом дома я его открою и посмотрю, из-за чего возникает неконтакт. Но вы видите то, что сейчас загорелся индикатор УКВ. Давайте я сейчас тогда за кадром попробую настроиться на какую-нибудь станцию. А если тут станции не будет, то давайте переключимся на какой-нибудь другой диапазон. Как говорится, долго ли коротко ловил электровайт станции, но вот что-то я смог поймать. Это не голос, но это какая-то морзянка. Сейчас. Вы слышите то, что это какая-то шифровка. Я, честно, не понимаю, что это, но, собственно говоря, я это и вряд ли пойму. Сейчас попробую поймать что-то ещё. Вот, видите, он отключился случайно. Надо с ним очень аккуратно, потому что сейчас он живёт, буквально говоря, на соплях. Да, к сожалению, больше мне перестало вести. Ни одной станции я поймать не смог. Кстати, я тут даже разобрался, как его можно выключить. Сейчас вот я включаю, например, диапазон ОКВ, нажимаю на выключение. Вот он сам даже может выключиться из-за того, что там что-то не контачит. Но, например, нажимаю на какой-то диапазон, и потом нажимаю вот на эту кнопку. Вот. Как вы видите, приёмник замолчал. Но почему-то всё равно горит индикатор сеть. Хотя, в принципе, питание идёт, ничего удивительного. Также я тут заметил ещё один дефект аппаратный. А именно то, что тут не работает кнопка. Вернее, даже она работает, и она хорошо работает. И это не кнопка, точнее сказать. Это регулятор громкости, который почему-то здесь нормально не работает. Ибо выключить приёмник звука у него полностью я не могу. Также тут есть одна интересная вещь. Сейчас, подождите, я приведу его, правильно, в чувство. Пробую. Вот. Если нажать кнопку ОКВ-1, не ОКВ-4, или почему-то загорится диапазон ОКВ вместе с диапазоном 49 МГц, если что, это один из диапазонов ОКВ. Я не понимаю, почему. Хотя, о, вот ещё, например, вместе загорелись. А, вот, кстати, почему-то тут ещё неисправен диапазон 25. Потому что даже когда аппарат более-менее в чувстве, он не работает. И он, наоборот, взбивает работу аппарата. Возможно, там какое-то замыкание короткое, а может быть, что-то отошло. Я точно, к сожалению, сказать не могу. Но более точный обзор и более точный ремонт будет, естественно, тогда, когда я приеду в свой родной город. Ну и не знаю, наверное, даже буду с вами прощаться, потому что пока что мне больше про него сказать абсолютно нечего. До свидания, с вами был канал Электролайт. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.